Вместо сруба, как будто бобры погрызли. Караедов искать идеально просто. Мне даже понравилось это занятие. Всем привет, охотники-бандиты! Приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу протестировать свой новый мачете Трамантино в реальных лесных условиях. Кстати, когда рубишь, издает такой звук крутой, как это, как мячи в кино. Ну, в общем, толстые стволы рубить, это точно не удел мачете. О, перерубило. Вместо сруба, как будто бобры погрызли. Ну, вот это вот елочка диаметром где-то 8 сантиметров. Все, уже придел ее. Трухлявый пень. Рубит, но с трудом. На руках, если вы захотите что-нибудь порубить, рубит. Мачете в роли ножа. Захотите палочку застрыгать. С большим трудом стрыгает. Лучше все-таки рубит. Вот нельзя мачете рубить, тоненькие веточки. Так, ну что, после рубки небольшого деревца и всяких веточек у нас тут на лезвии вроде ничего не поменялось. Затупленным концом можно копать землю. Ну, подкопать поверхность в поисках червяков, это вот идеальное орудие для этого. И вот сейчас я чуть-чуть поработал им первый раз. Люфт. Вот в этой части люфт между накладками лезвием. А вот такого люфта практически нету. Да, пластик мачете не рубит. Кору снимать им очень удобно. Вот так ковырять, что-то там, каких-то этих короедов искать. Идеально просто. Тут у нас какие-то негуманные люди на елочку повесили веревочку. Веревочкой причем уже так порядочно елочку обтягивает. Попробую аккуратненько разрезать мачете. Оп, все, веревочка разрезана. Елочки, можно расти дальше. Без проблем. Мягкое разморозанное мясо, оно что-то режет. Даже жир режет. Не зря здесь написано, хорошо заточенное. Ох, а шметки полетели. Хорошо пошло. Мне даже понравилось это занятие. Ох, шметки летят только по сторонам. О, самый лучший. Супер, рубит супер. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.